В старой школе поселка Володарского состоялся сход жителей, на котором обсудили насущные вопросы, а их накопилось немало. Каждый пришедший смог затронуть волнующую его тему и получить исчерпывающие комментарии. Много вопросов было о благоустройстве поселка, а также о сносе аварийных домов и сроках переселения. К слову, программа развития застроенных территорий центральной части поселка Володарского работает уже не первый год. В 2015-м было расселено более сотни семей в новые благоустроенные дома. И сегодня был озвучен план очередного этапа переселения. Первое – согласование, о которых я сказал. Два главных момента – инженерка и школа с детскими садами. Второе – прохождение городсовета. Но здесь вопрос процедурный. Он совершенно понятен по срокам. Делаем заявку, когда согласование все получают, делаем заявку, через неделю нас выносят. Третий момент – внесение изменений в ПЗЗ, но он пойдет параллельно. То есть здесь задержки по срокам не будет. А дальше – принятие решения по проведению торгов. Один из самых главных вопросов был связан с теплоснабжением ветхих жилых домов. Заместитель генерального директора по теплоснабжению Алексей Манаенков подробно рассказал людям о решении этой проблемы. Мы в ПЗЗ готовы на сей момент оказывать любую посильную и непосильную помощь для жителей ветхих жилых домов. Ирина Липунова впервые участвует в сходе жителей. Формат проведения встречи, когда каждый может быть услышан, ей понравился. Жители выступают со своими пожеланиями. То есть не каждый поедет туда в администрацию на прием. А здесь контакт какой-то есть. И контакт действительно есть. Поэтому нашел решение вопрос развития дорожно-транспортной инфраструктуры самого отдаленного от районного центра поселения муниципалитета. В результате перевозчику было дано поручение до декабря этого года добавить еще шесть дополнительных маршрутов и повысить культуру обслуживания пассажиров.